Добрый день, меня зовут Женя Балдакова. Я в данный момент являюсь управляющим кафе «Птицы». В индустрии я около 16 лет начинала с позиции официанта. Потом я, закончив университет, решила работать по специальности, но это на несколько месяцев меня хватило. Я вернулась в сферу, устроилась во французское кафе. Там я задержалась надолго. Тогда я поняла, что если я хочу остаться в индустрии, то я должна себя прокачивать по разным подразделениям. Это и кондитерское дело, и кухня, и вино, и менеджмент. Я решила пойти в школу «Сомелье». Я ее закончила, и волей судьбы попала в бар «Винный шкаф». Там я проработала на позиции «Сомелье», параллельно училась с весам, и доросла до управляющей. Я называла, наверное, «Свинного шкафа» период такой осознанный, что я поняла, что я здесь что-то могу, что-то умею, и мне хотелось продолжать развивать нашу индустрию. Сразу все. Я никогда не училась в такого рода университете. Что меня первое зацепило, это огромная аудитория стеклянная, где все видно, и ты понимаешь, что здесь тебе рады, здесь тебе готовы поделиться своим опытом. Что меня еще привлекло? Меня привлекли и иностранные преподаватели, и педагоги, соответственно, с каким-то огромным опытом, в том числе и в каких-то иностранных компаниях. Еще мне очень понравилось, что они, все педагоги, ходили в деловых костюмах. Прям приятно глазу, и ты понимаешь, что здесь концентрирован реально на обучении, на образовании, на бизнесе. Это было прям очень здорово. Я весь процесс обучения тоже следовала этому дресс-коду. А самый запоминающийся момент, это была, конечно же, стажировка на позиции ивент-менеджера на протяжении всего летнего периода 2018 года. Это было куча проектов. У нас была на носу конференция «Гурма Дейс», и мне нужно было прям максимально погрузиться сразу в устроение мероприятия. Там очень много было и «Ода-и-да-фестиваль», мы представляли университет, из «Брюверс Ассоциейшн» у нас была тоже ивент, и много каких-то маленьких. Вообще, я так как сама по себе позитивный человек, конечно же, я придерживаюсь позитивного стиля руководства, или как это так можно назвать. Но в то же время дисциплину я тоже приветствую, безусловно, и всегда, в принципе, она у меня как-то с улыбкой на лице. Наверное, и просто из-за того, что я такой максимально позитивный человек. Это коммуникабельность, это эмпатия, когда ты просто так хочешь сделать кому-то приятное. и любознательность, наверное, и пытливость. Продолжение следует...